Не смех! Не для вас приготовлено! Поп, уберите руки! Это конфетки специальные для дураков! Изготовлены из дурман травы. Веселят, дарят лёгкость и вызывают привыкание после первого приёма. Опасные конфеты изготовили подземные гномы, чтобы захватить целый город. Сегодня они угощают ими принцессу. Бесплатно. Обещают, что она будет летать, как птица. Полетай, полетай! Сквозь мой потолок! Это как это? Батан! Ты совсем меня не поднимал, малюшка! Даже ворота меня поднимает! Теперь принцесса Полина на удочке у злодеев. Пока законная наследница престола думает только о конфетах, у родителей пытаются отнять трон. Напрямую о наркотиках в этом спектакле ни слова. Но режиссёры уверены, родители метафору поймут сразу. А дети уловят основной посыл. Поэтому и возрастной цен спектакля 5+. Хотя тема, казалось бы, совсем не детская. Когда мы с детьми говорим на такие сложные темы, в частности наркотики, для нас самое страшное, чтобы это не стало рекламой, как всегда. Если мы говорим, не поджигайте дом, значит, нужно обязательно им поджечь, это же всё интересно. Вопрос как раз выбора языка. Каким образом нужно сказать детям это, чтобы им не захотелось? Как это сделать сказкой? Как это не сделать назидательным каким-то уроком? Таким, а ей нельзя. Из нравоучительной истории хотят сделать жемчужину репертуары. Этот спектакль молодой питерский режиссёр вынашивал целый год, поэтому рассчитывают на зрительский интерес. Для малышей приготовили яркие краски и сюжетные повороты. Спасти принцессу Полину выпало на долю её друга Богдана. Его играет сегодня молодой актёр Артём Никифоров, новый артист кукольного театра. До этого как-то получалось всё такие классические представления о театре кукол, как Ути-Путиму, такие все маленькие спектакли для самых маленьких. А здесь, да, здесь уже, хотя у спектакля категория 5+, но я думаю, он будет интересен, наверное, и детям лет до 15. За декорациями главные волшебники спектакля – новые артисты. В их руках сегодня основные герои истории. Кроме Никифорова, в театре ещё два новых лица. У всех главные роли. К пополнению в труппе театр очень рад, ведь сегодня молодёжь играть куклами идёт неохотно, а тут сразу трое. Надо разгрузить труппу. У нас труппа очень загружена. 50 спектаклей в идущем репертуаре представляет, как загружена труппа. Мы постарались к началу сезона распределить работу равномерно. И, конечно, ребят надо загружать. Им надо работать, потому что они молодые, сильные, талантливые. Посмотреть на поучительную историю можно будет уже завтра. Начало спектакля в 11.00. Валерия Саенко, Евгений Токарев, 6 канал.